Одна из тем очередного аппаратного совещания в госадминистрации Террасполя закрытие мусоропроводов в жилых домах и обустройство контейнерных площадок. О том, как этот вопрос будут решать столичные власти, узнаем из нашего сюжета. Крысы, антисанитария, смрад, возгорание от случайно брошенных окурков. Все это не раз происходило в обычных столичных девятиэтажках, где есть мусоропроводы. Смотрите, что тут творится. Что тут творится? Казалось бы, есть простой выход – заварить мусороприемную камеру и выносить мусор на контейнерные площадки неподалеку от дома. Но жильцы, как правило, прийти к единому решению в этом вопросе не могут. Они никогда не вынесут мусор, никогда не выносят. Даже делают ремонты, даже бросают обои туда, в этот мусоропровод. Они возле мусоропровода насыпят всякого мусора. И ящики из-под этих, из-под яиц, эти самые всякие коробки. Потому что я с восьмого этажа или девятого этажа спускаться на низ с мусором я не буду. Потому что у меня уже 70 лет, я уже нету здоровья такой. В госадминистрацию столицы регулярно поступают просьбы жильцов о закрытии мусоропроводов в домах и об устройстве контейнерных площадок. Глава города рассмотрел данный вопрос на аппаратном совещании. Ну вот я скажу вам такие, есть как по Краснодонской дыма, девятиэтажки. Так, по-тругому эти мусоропроводы, еще я жил пацаном на балке, там очень можно было нарекать. Мусоропроводы, как часто ты их не убирай, все равно грязь остается. Плюс мусоропроводы в любом случае где-то там подтекают, там где-то что-то, как-то и в подъездах там вон неимоверно. Как их не обрабатывать. Олег Довгопол заверил, что помимо воли жильцов, никакие работы производиться не будут. На общем собрании подписать заявку должны как минимум две трети проживающих в доме граждан. Чтобы в жилых домах не размещалась мусороприемная камера, закрыть мусороприемные камеры, могут подать заявку в ЖУК. И ЖУК выйдет на место, определит возможность размещения контейнерных площадок в близлежащих жилых домах, ну рядышком, где это возможно. Для того, чтобы это все соответствовало санитарным нормам, правилам и благоустройству придомовых территорий. Прежде чем установить контейнерную площадку, жилищно-строительная компания согласовывает возможность ее размещения с водоканалом, теплосетями и городской службой архитектуры. Ольга Гаврилова, Ирина Брагина и Сергей Василев. Первый Приднестровский телеканал.